Все мы знаем, что на войне были танки, самолеты, грузовики и другая техника. Но мало кто знает, что существовала еще велосипедная военная пехота. Эта боевая единица зарекомендовала себя как боеспособное высокомобильное подразделение. Во всех исторических фильмах нам показывают, как герои-солдаты идут в бой на своих двоих или врываются в гущу врагов на танке. На самом деле все было несколько иначе. Существовала так называемая велосипедная военная пехота. Солдаты передвигались на железных конях, которые не привлекали внимания, не требовали заправки и легко маскировались. Почему велосипед? Велосипед — универсальное средство передвижения. Велобойцы перевозили серьезные грузы, будучи совершенно независимыми от топливных поставок. Велосипеды легко ремонтировались и также легко их можно было перенести на руках. Пехотинцы десантировались с велосипедами в руках, считанные секунды собирали его и бесшумно выдвигались на позиции. Велосипедисты были вооружены стрелковым оружием, гранатами, минометами и пулеметами. Все это крепилось специальными кронштейнами на раму велосипеда. Первые велобойцы появились во времена Франко-Прусской войны 1870 год. Сначала они были просто посыльными, а после начали вести боевые действия. С того самого времени, оценив преимущества и возможности велосипедных маневров, европейцы пополнили свои армии велосипедами. Велосипедная армия в России. Российская армия не осталась в стороне. О велосипедах в военном деле князем Потемкиным даже была написана подробная работа. Российская армия начала закупать велосипеды за границей, а после, в 1916 году, начато производство модернизированных военных велосипедов. Дукс боевой. К концу 1917 года российской армии было передано более 3,5 тысяч таких экземпляров. Военные операции на велосипедах проходили очень успешно. Во время оккупации Китая более 50 тысяч бойцов принимали участие в военных действиях. 20 тысяч самураев на велосипедах подошли к тылу сингапурского гарнизона. Польская военная история тоже имеет свои заслуги перед велобойцами. В решающих боях польско-большевистской войны 1920 года участвовали велосипедисты, передавая распоряжения в качестве курьеров. КОНЕЦ